здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 31 марта 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии 2 бабульжанин и у нас прямой эфир да вот от наших спонсоров послания а тут вот у нас просят выкладывать аудиофайлы как раньше выкладывали ну мы не сами выкладывали а кто-то выкладывал и собственно только ссылку давали поэтому мы не знаем не знаю как кто в свою очередь просим у тех кто выкладывал до вырос периодически да и говорят что очень ну как бы сказать там интернет где похуже ну и как бы это самый чтобы аудио только бы ну если кто-то а мы ссылку дадим вот без подписи бабло побеждает зло собственно да ребята это вам на борьбу с ввх алексей из питера спасибо спасибо вячеслав возможно ли если человек разделяет ваши взгляды готов идти с вами для достижения главной цели но придерживается крайне антихристианских взглядов примите такого человека спасибо илья дар но имеется вид на им все-таки не антихристиан они кроме религиозных анти может быть религиозных или может быть имеется ввиду что человек человек язычник да но поймите антихристианские взгляды это как бы непосредственный такой сатанизм который антихристианских кроме станет антихристианских взглядов никто не придерживается да и то если лавы этого шандара до антона шандара лавыли почитать то там очень много параллелей находишь да не на сатанизм без христианства невозможно да вы право этому на что задачи я же не христианские не православный миссионер наша задача здесь более-менее народный режим создать на территории россии чтобы всем жилось нормально здесь всем независимо от их вероисповедания если только там они младенцев живых едят конечно мы против этого мы против вообще любого насилия но нам как бы необходимо объединиться потому что усилиями какой-то одной группы мы ничего не решим мы только можем усилием большинство решить поэтому нам нужно большинство причем я я когда говорю большинство я не имею ввиду извините хотя перебил чисто математическое большинство там 142 миллиона нам там 70 чем-то нужно нет нам нужно большинство пассионарии в тех конкурент меньше способны на поступок и все потому что мы понимаем что способных на поступок ну хорошо если два процента от всей этой массы поэтому вот эти два процента нам нужны целиком а по поводу этого так сказать религиозности я сам себя не считаю религиозным человеком я вообще больше себя считаю агностиком скорее всего и вот такое интересное есть не сложно передайте привет человеку и чтобы не отчаивался имя его гражданин эры а в скобочках владимир не знаю почему он живет в богом забытом бабе это наш человек это олег нам пишет вот и спрашивает как раз насчет бама что с ним будет привет передаем владимир да пусть не отчаялась на вами живет естественно мы говорили про сибири про дальний восток что если была нормальная здесь нормальный был бы режим нормальный была бы ситуация конечно те деньги которые изымались из нефти и газа и расхищались их бы вот туда вложить их бы это был бы просто прекрасно там можно было бы сделать рай на земле в сибири и на дальнем востоке потому что ну там для этого все есть мы понимаем что сейчас сложилась такая ситуация что легче строить новые города чем обустраивать старый то есть а мне строить дешевле да нет даже с точки зрения вообще технологии можно сделать конечно чтобы здесь старом городе был все красиво и нужно это сделать но нет развития а развитие может быть только в мегаполисах который вот лучше всего с чистого листа где с чистого листа делать ну вот сибири на дальнем востоке там лучше делать с чистого листа там должно быть производство новое там должны быть новые системы новые инфраструктуры я понимаю там кто-то скажет что там холодно там кстати не везде холодно если посмотреть ну да конечно там тундра есть а где тайга там все нормально и все это можно использовать было бы если бы вкладывать туда финансы но решили люди что их лучше расхитить эти финансы поэтому нужна власть который не будет расхищать а будет вкладывать на убам уже изначально была благородная задача можно было действовать несколько рэперных точек поставить притяжение да ну там устилинск надым да вы их же обозначали тогда уже они гремели тогда эти вещи сейчас наверно уже там ничего нету вот остался владимир и отчаивается сидит тын да тын да тын да тын да я вспомню тогда конечно время сидит банк вам да спасибо всем ну что тогда к новостям да к новостям давай так тут а вот я тут хотел сказать сегодня пока готовился у нашего друг того в кафе сидел у нашего садика в общем пил чай рядом сидели парень и девушка очень громко говорили жутко не люблю потому что меня отвлекает и я вынужденным слушателем был мне так не нравилось ну вот совершенно отребья абсолютное то есть если меня спросили чем эти люди заниматься я бы сказал но они очень низкообразованные у них лексикон слабый у них вообще все очень плохо у этих людей все плохо он бету женщину который потом как выяснилось должна за него расплатиться там такими хренами крыл причем просто так вот он грубо с ней разговаривал просто так она ничего плохого не сделала она ему отвечала тоже через там потом вдруг выяснилось в конце что они коллеги у них нет никак я думал что там какие-то пара как ты думаешь где они работают не на прокуратуре они работают в прокуратуре оба я у меня челюсть отпала представляешь я помню свое вхождение в прокуратуру первый раз на практику до когда там уже не григорьев встретил покойного прокурора именем которого улица сейчас саратов названа там много людей встретил таких которые очень интеллектуальные умные все и вот это я просто был шокирован просто причем человек сказал что рассказывал даме свои что плохо папа ему не помогает в жизни продвигаться сказал я не буду тебе помогать ты можешь поверить что этот человек туда попал без папы ой жесть конечно я просто отрок какая-то взяла один человек и погиб и по меньшей мере двое ранены в результате инцидента около штаб-квартиры агентства национальной безопасности сша да там какие-то люди и я так и не пойду что это произошло в каких-то одеты и значит в женскую одежду говорят что напали я так понимаю что они обдолбанные были чё там произошло к нам никто не не узнает потому что я так что вообще произошло но они прорывались там через какие-то кордоны таранили машину по ним открыли огонь в результате потом у них нашли оружие один убит один ранен и ранен один из охранник в который стреляли но я так понимаю что ранен не этими парнями а скорее всего в результате такой правильной перестрелки то есть правильная организация огня была такая ну ладно рикошеты редко бывает под огонь попал один с одной стороны другой другой опять на сто процентов до ну не на сто процентов ну какой-то может быть такой рикошет чтобы ну да ладно в общем да не ну разные мотивы могут быть но вот интересно то что действительно чая не в женской плате и они я так понимаю обдолбанные были наглухо и вообще агентство национальной безопасности какая-то такая структура в которой работает 40 тысяч человек в одном месте какой-то такой монстр странный совершенно вот но может они привлекут внимание может там спросите вообще 40 тысяч человек делают вот таких клоунов ловит в женских одеждах после семи лет реконструкции москве открылся центральный детский универсальный магазин детский мир да у собянин открыл детский мир там какие-то слова говорил и так далее вот мы недавно говорили что в китае за 11 дней 50-этажные здания открыли да то есть построили а здесь ремонтировали детский мир трехэтажный сколько там тоже я уж не помню ли вам 4 большие они не три вроде но неважно внутри чигантки но пусть большие пусть их 5 даже хотя там не ремонтировали семь лет но это общество дома жутчайшая причем надо сказать наверное те кто это делал у них были деньги для ремонта то есть там нельзя сказать что денег не было ли еще чего ну так вот мы устроены здесь в россии субботу утром 13-летний каролина постникова сара пола под рухнувший огромный тополь дерево вчера информация такая пришла уже что упало дерево придавил девочку в саратове 13-летнюю вообще тут я так понимаю что деревья пилили со страшной силой только не те которые надо вот удивительно мир устроен человек который этим занимался в свое время у меня работал я его выгнал потому что за год он поменял на одной автомашине но по документам 27 задних левых амортизаторов 27 амортизаторов выходили из строя стал документ проверять увидел ну и тут же он на пинках вынес а потом он умудрился поработать министром в правительстве а теперь вот работает озеленителем в администрации замечательно ну так же следственный комитет россии разбудил уголовное дело по факту убийства в болгарии 35-летней уроженки березников анны леонтьевой и и пятилетнего сына никиты да тут жуткая какая-то картина женщину убили расчленили ребенка убили и стыкали ножом в чемодан положили пятилетнего это выбросили чемодан нашли ну и тут естественно астахов сразу же подключился там размахивать я не знаю чем я сразу вспоминаю в таких случаях вот когда я вижу такого астахова я вспоминаю случай из своей жизни из практики у меня начальник в милиции был очень серьезный человек в афганистане был полковник все такое причем там милиции он тоже был в афганистане то что он там из военных очень серьезный профессионал и вот убийство ну тогда это редкость была все примчались вот с такими глазами на убийство все там тем более в импред зарезали закололи там и приезжать замполит вот такой же астахов и он стоит смотрит на начальник гордеев его фамилия была полковник ходит смотрят все там следователи чё ты чё приехал быть но убийство же а я типа ответственный он как вот следует или лишь описывать место происшествия вот это на меня показывает это его участок вот краевого участка он сейчас пойдет обходы по квартирные делать вот опер он сейчас все агентуру будет поднимать а ты чё приехал он умер если бы он был хоть жив ты мог ему лекцию прочитать вот это вот меня тогда потрясло я подумал ну прав абсолютно боевой мой начальник вот здесь тоже самое ну все случилось вот права ребенка да как чьи угодно права ну надо наверное защищать пока он живой они когда его уже убили на том дне он там ура вперед там помогать бросился понимаешь то есть вот как какой-то громкое дело тут в первых рядах все описывают австахова чё он сказал да какая хрена разница чем сказал если ребенку уже убили в чемодан засунули он должен был раньше не говорить о чем-то делать если ему поручено детьми то заниматься кто ему поручил он сам себе поручил нет но там какой-то детский омбудсмен но так сама не придумал эту фига него понятно что сам придумал но это люди без мыло мы же называем да то где чё случилось они там как-то мы там интерпол занимаются я думаю ну вот говорят слабо каский след надо раскопать ну посмотрим там не ну какой кавказский там я так понимаю два подозреваемых а скорее всего и больше но тогда вы пишет может быть мужчин кавказской национальности ну я не имею ввиду политических а может а может быть тот кто представлял им жилье ну там может быть кто-то кто с этой женщины сожительству а может быть я допускаю в таких случаях очень часто допускать следствие что причастен бывший муж и так далее такой тоже бывает поэтому тут пусть они там сами разбираются мы не делал ничего не видели предполагать мы не можем в данном случае ничего мне просто я говорю возмутим поведение пластах и орется на крови дагестанский следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины подозреваемые в торговле детьми да то не молодцы видишь сразу тут астахова тут не было нет астахова не было причем я и хотел вот об этом сказать то есть мама девочки у которой очень тяжелое положение она решил своего ребенка продать для чего для того чтобы лечить другую дочку то есть ей нужно было выбрать она хотел получить 100 тысяч у нее ребенок очень тяжело болен то есть одной девочки предоставить семью где ее могут там накормить грубо говоря и и ребенка другого вылечить чтобы он не помер ну ее очень четко развели то есть это купля-продажа была так сказать работниками правоохранительных органов осуществлена такая контрольная закупка и вместо того чтобы помочь этой женщине одного ребенка вылечить а другого накормить да они теперь ее посадят а чем дадут павлу астаху до представляешь жесть какая где павел астаху в этот момент черт чё же он этим не занимается вот конкретно больно гистаном и не едет больным ребят болгарии максим как да кто-то под московье только что ребеночка продавали тоже по той же самой причине что они могли содержать чужо лимит этими детьми не занимается потому что это никому не интересно это абсолютно него интересует только заграничные дети обрати в них на нишу только обороты нельзя попиариться здесь да конечно только заграничный воронеже школьница хотела покончить с собой из-за поведения с конфликта наверное с учителями да да нет тут конфликта не был учителя над ней прикалывались и травили ее за то что родители не сдают в школу деньги и они таким образом ее довели до самоубийства это она попытку самоубийство так стать совершила и вот тут как будто ты знаешь нарочно для сравнения даются нам такие вещи вот когда про самоубийц вчера мы читали позавчера вчера до чаплин там что-то чесал и вот тебе чаплин вот те реальная девочка которая хотела покончить с собой во-первых позанимайся слышит и чаплин с этой девочкой а потом с ее учителями займись тоже как-то и к ее давил до самоубийства вот чем ты должен заниматься чапли они в европе суицидников и депрессивных там а осуждать работой займись чаплин работой займись православие это труд запомни чаплин православие это труд да он наверное тут в семинарии это проходил нет чем там проходил и каким местом он там проходил семинаре создали группы судебных приставов изъяли у представителей российской право вас православной автономной церкви раку мощей преподобных ефимии ефросинии суздальских а вот это автономная церковь это отдельная правда она выделит это раскольники они выделились из православия и в общем-то а когда в начале восьмидесятых годов в начале 90-х извиняюсь а вот когда это в начале 90 до вот и там восьмидесятые годы вот эту раку с мощами передали этому приходу а потом приход лучше культурализовался виде вот раскольнической церкви теперь решение суда и у них забирают не понял а причем не знаю причем забирают опять отделу там образование хотят передать потому что они представляют какую цену православные кого хера не не знаю православная церковь не может напрямую забрать понимаешь то есть вот подключили власть вот эту раку вещь ее опечатали но самое смешное даже не этой самой грустно что туда пришли судебные исполнители там видео это есть устроили рок-н-ролл в храме но самое главное что вот это не оскорбляет чувство верующих нисколько нисколько не оскорбляет чувство веру что пришли все печатали раскидались но жир могли вырвали у бабки из рук раку эту с мощами утащили куда-то отдавать о чем вообще речь идет но должны жених руки отсохнуть по всему лайн там мужчина один говорит он входит мужик здоровый крепкий но физическую силу не при не применять играть не боитесь не боится и под каждым каждого подходит окажите наверняка ссы не она они еще думают но я тут ни при чем не жало внешне я жале лавна и тогда стою просто вот это было бы интересно проследить что с ними со всеми будет да ничего хорошего по любому с ним совсем не будет потому что люди которых принимают участие в такой гадости я сразу вспоминаю письмо человека который участвовал в расстреле в катыни польских офицеров по-разному можно относиться в конце 80-х я прочитал его письмо у меня волосы дымом стали вот он пишет что вот я там участвовал в расстреле я понимаю какая общем-то скотина там туда-сюда жизни задалась там женой что-то случилось от процитирую злые люди убили сына и так далее очень то пишет пишет жалуется жалуется пришел к тому что вот какое-то осознание что покаяться бы надо а а перед кем где как и совершенно непонятно все и человек в таком подвешенном состоянии на смертном одри и в общем-то уже там извиняюсь за выражение там ладно не буду уражаться поэтому не извиняюсь и все вот он в полной непонятки все тупике вот это страшное состояние не хотелось бы чтобы эти люди тоже конце концов попали в подобный тупик но вообще есть такая практика изъятия мощей это же ведь да нет это ноу-хау путинской ты чё как нет есть в свое время итальянские эти и там злодеи при приплыли в самую ну на территорию современной турции разбомбили церковь и вытянет николай угодника мощи увезли я знаю что можно конечно я всегда крали крали да я не имею ввиду они же не представляют с точки зрения государства и как бы вот они написали суд учитывая там то и все там даже можем прочитать это вообще у уникальное совершенно видно но точно это рпц натравила да они хотят вы не знаю брать объектах представляющих культурную ценность религиозного характера именуемых как мощи в скобках костные останки преподобного ефимия суздальского и мощи костные останки преподобные евросиньи суздальской и вот и передать значит этим туда государству так скажем государству государством мощи нужно куда точно вот говорят многие уже говорят что они в кремле сидят там и колдует реально колдует сидят да чё за там какие-то там эти шаманов набрали они там нет сто процентов это сто процентов вот может это они туда их притащит и и и думают что им помогут что ну может быть может быть но этот в результате будет ну вот смотри будет этот самый помнишь как это индиана джонс фашисты в поисках святого града да и не только святого грали и ковчега завета да тут все реальные фашисты ну вот они вот там кремле откроют и будет им как как и с индианой джонсом помнишь вот мне пишет мать захватит болтать где новости а это что по-вашему это не новости от старости фигасе уже в церкви отнимают и поэтому да да и это это еще одна из самых жутких новостей сегодняшних а вот еще почему вот вот еще не менее жуткой в госдуме призвали убрать и школьные программы романа достоевского и толстого ну да а кто вам останется так знаешь я прочитаю тебе что вот какой-то так 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 военная мир призвали в ходе обсуждений депутат госдуми ярослав милов который был там против там гейзера там он был и так далее предложил братья школьной программы достоевского толстого булгакова школьную программу нужно кардинально пересматривать по себе могу сказать в девятых десятых классах сложные философские вопросы проходите рано изучать войну и мир преступление наказали булгакова прочь сложно и рано их изучение это по сути навязанным подросткам тех мыслей и идей которые вынес и из этих произведений учить какой бред представляешь пускай покажет дуракиста отпускай дебил я имею к девятом десятом классе булгакова читать рано а когда же его читать дальше уже поздно его читать или войну и мир рано ему читать девятом десятом классе я иван яковлевич паницкий был помнишь да ну слепой музыкант он свинкс андрей венченко в одном дворе жив а он читал безумное количество книг почему но потому что слепой было время у него было аккордеон он играл это великий музыкант был и реально если вы по губы погуглите вы и найдете там записи его вы услышите что он просто ну так так больше никто никогда не играл на аккордеоне как он там и он читал скорость была невероятная у него пальцами этими там быстрее раз в 5 наверно чем нормальный человек читает и он постоянно с андреем но они жили в одном дворе обсуждал это я иногда не часто к сожалению присутствовал и тоже что-то обсуждал я помню мне 15 лет 16 вот должно исполниться а андрей он через класс перескочил с 1 в 3 сразу пошел он помладше еще там в марте рожден был то есть ему только исполнилось 15 и вот мы сидим разговариваем там весна там тепло про воскресенье толстого как раз вопросы о боге там туда и сюда и это самое что-то я там вернул эстрактата а боги спиноза ну там и блеснуть хотел или чё-то перед по низким все-таки фигура он говорит да там и как-то у спокойно продолжает играть а как вы там критику чистого разума читали андрей нет 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 не прочитал ну а лет не спрашивают тебе сколько я году вот 16 будет 16 будет этой критику чистого разума не прочитал я говорю ну да а чем же ты целый год то занимался я году с девчонками встречался он будет с девчонками когда начинаешь встречаться с девчонками нужно до этого прочитать канта а знаешь почему я в общем а потому что потом не лет не до канта тебе будет и вот я понял тогда вот он мне истину сказал что нужно что-то сделать до начала времен такс как начало своей жизни все получить и и он прав абсолютно образование которое я заложил вот тогда в детстве вьюши все я ничего больше не дополнен ничем фактически все это только трансформировалась как кубик рубика поэтому это идиот сказал конченый его близко надо вообще не подпускать к образованию надо иди идиотом на него тратить потому что идиот это все еще и диагноз да и не хорошие люди идиоты да это подона вот нам чего говорить вот нилов да он вот самый главный чем сказал по себе знаю да вот вот это люди да ну вот который говорит по себе знаю что так но я тоже могу сказать по себе знаю никому прокладки не нужны я требую брать их из магазина или скажу я по себе знаю что 280 килограмм рывком поднять нельзя 208 зачем-то такие штанги не ладо маю да как как у меня товарищ был который одной рукой штангу 90 килограмм поднимал вот я не могу поднять дал бы я знаешь когда молодые солдаты приходят на заставу а у художник был очень часто приезжал самый отрицкая миш ну покажи раз вот так надо делать вот вот так 50 килограмм одной рукой поэтому конечно люди то разные но когда касаемо ума идет разговоры касаемо знаний лишней информации лишних знаний не был я понял почему на самом деле это не просто так он не просто так сказал сказал они хотят затоптать они хотят троечникам вот тех самым троечникам все дороги открыть понимаешь они хотят чтобы программа была дебильная простая чтобы троечники пополняли их ряды шли во власть вам столько троечники идут во власть сейчас и право проходят туда криминальный гарем в починковском районе 35 молодых мам и один мужчина на скамье подсудимых да они обналичивали капитал этот материнский то есть покупали причем как обналичивали покупали дом а потом этот дом продавали это конечно было все эффективно не понимаю да но как устроено ты но материнский капитал ты не можешь да я знаю можно купить какое-то жилье на это но они покупали жилье а потом продавать получали наличные деньги и так далее то есть абсолютно понятно что схема как они называют мошеннической но я сейчас делал преступление никакого не вижу раз а во-вторых они что-то у кого-то украли они получили свои деньги которому этот путин им обещал что ничего копейку лишнюю они наоборот недополучили благодаря этим прокруткам представляешь теперь они все так вот эти мамаш конечно мутинска и понять что все по-другому ничего не сделаешь на скамье подсудимых потому что на эту копеечку ты не можешь купить себе жилье представляешь одну мамашу судят который деньги нужны были на лечение ребенка срочно нужны она прокрутилась чтобы получить деньги на лечение нужна срочная операция представляешь какая жесть происходит рост кошмар какой ну и вот самая веселая новость главам государственной компании разрешили не отчитываться от доходов публично до молодых мамаш которые денежки эти обналичили материнский капитал и в тюрьму со хотят посадить а главу можно не отчитываться не хочу им отчитываться зачем они не обязательно так сказали да да ничего нижний гос чиновники они они из бизнеса там не обязательно отчитываться то есть ты какой-то боят и какой-то предпринимать да потому что колоссальные средства разворачиваются колоссальные самое главное несопоставимо очень легко все просчитать сколько даже при том сколько они украли все равно очень легко просчитать сколько они купили акции за этот год ты знаешь что сечин рост нефти акции покупать знаешь за какие деньги за те 2 миллиарда рублей которые ему банк судил да нет же конечно поэтому тут а пусть и конечно я гадаешь пусть покупает все будет а нет я ошибся я сказал смешно смешная новость вот самая смешная новость пресненский суд москвы вчера арестовал бывшего директора федеральной службы исполнения наказаний александры реймера главного тюремщика который жил напротив тюрьмы сейчас переселился живет напротив своего дома вот так и этот жил напротив тюрьмы переселился ночью его не жалко понятно что важно как бы для властей постоянную такую рокировку производить до этого в тюрьму того в тюрьму очень очень сейчас это прибыльный бизнес расчищать вот таких друзей из них чет выжимать я думаю что это будет конечно продолжаться безусловно и вот этот он там браслеты которые по 19 тысяч рублей они там покупали по 128 ну так вот который там пищащие да это сплошь и ряду вообще везде то есть кто думает что это впервые то можно могут взять все секретные эти самые аудиторские проверки счетной палаты где официально пишут украли 80 процентов украли там 85 процентов украли 90 процентов по каким делам сто процентов воруют и все никого не сажают то есть сажает избранных которых которых не надо его вот посадили и тут же отпустили потому что здоровью него не очень здоровью не очень-очень то лапа ловит то хвост отваливаю следствием инкриминирует пятерым арестованным по делу об убийстве бориса немцова убийство совершенно организованной группой по найму то есть иными словами ступишь следователи считает убийство немцова заказным представляешь то есть это вот сразу вспоминается фильм я же не помню как французский там трансвестит который в женском платье только все его захватили бандиты и они его обкололи пентаталом ну сывороткой правды и чё приходит босс год ну что он сказал он сказал что он трансвестит 50 кубиков пентатала чтобы он признался в том что он трансвестит а вот такой с губами такой сидит вот это тоже самое конечно это не комедии ну понятно что убийство немцова заказной что это не бытовое что это не любовник какой-то его бабы там пришел и так далее как как пытались повесить до до бориса конечно убили по заказу главное ответить на вопрос кто официальный и то есть кто основной заказчик неофициальный который нам будет присутствовать а реальный реальный заказчик организатор несостоявшегося марша за федерализацию кубани дарья полюдова обвиняемая по статье 280 прим у россии подала жалобу в европейский суд по правам человека ну да на то что ее содержит под стражей поскольку действительно она не совершил такого значительного преступления за которого необходим человеку уже она отсидела больше чем за это можно дать в тюрьме отсидел а сколько а сколько она ходит скоро год уж будет когда ну когда и летом арестовали до приставь да даже месяц в тюрьме за то что она хотела провести марш за федерализацию кубани во первых непонятно в чем сепаратизм сибирь федерализация кубани это это о чем речь она же не говорила о том что куда-то там да даже если бы говорила какие проблемы в жизни зам руководителя фракции справедливой россии в госдуме да извиняюсь у нас спрашивали по поводу полюдовым и потому что говорили номер адвоката и спрашивали помог ли я лично да помог спрашивали меня спрашивали с какого счета отправлены средства не скажу потому что я не я не знаю кто там с этой стороны меня спрашивает поэтому с какого счета я не буду говорить но эдик свидетель что один из наших товарищей который здесь сидел по нашей просьбе отправил мы сами как бы со своих счетов по определенным мотив не отправляем скажу зам руководителя фракции справедливой россии в госдуме оксана дмитрий дмитриева объявила что покидает партию создает новую политическую силу партия профессионалов я написал в твиттере что это будет очередная партия любителей путина как ты думаешь это на замен справедливой россии да не так что-то они там между собой там же у них нет но и так же не происходит никто же не зарегистрировать просто так партия ты же знаешь сейчас много регистрирует в том плане что много но таких дней которые не имеют канул канва такая что чем больше сейчас тем лучше еще еще графа против всех и таким образом все вот эти которые в думе они имеют огромное преимущество но ты не думаешь что справедливую россию хотят почти разваливать они там как бы все вылизывают анус вождя очень аккуратно так что ну есть же еще интересы до условно говоря одни интересы другие это мелкие это там между собой разборки такие между собой щеки что-то там кому-то не дали что-то на кого-то внимание не обратили где-то за столом обнесли да это это очень часто партия надо профессиональных ей писать жуликов и воров туда и были любить любители да профессиональ вот очень хорошо сказал партии профессиональных жуликов и воров там опубликовались очередные шалтай болтай значит сведения и вот один из фигурантов этой переписки да ну переписку внутреннюю генеральный директор рбк канала подтвердил подлинность опубликованные переписки с кремлем для лайма ли бог его народ подтвердил что переписывался с володиным который там куратором так скажем является еще бы он не подтвердил для совершенно очевидно уже понятно что все даже так скажем частные вопросы которые сейчас есть у этих рбк там я не знаю там у какой-то россии 24 все обсуждают с вячеславом потому что для вячеслава нет частных вопросов мне все четко так тоже стоит за шалтай болтаем ты-то как думаешь твои ну вот говорят что сурковский проект может быть ну про суркова там ничего и когда говорили что про суркова ничего проскользнуло что-то про суркова в такой момент но он за это самое может да не ну понятно что кто-то сливает безусловно потому что я вижу что это против володина все-таки идет компании попытка потому что володин же осторожно это его помощники там что-то между собой разговаривают там и все мне кажется это вот действительно оттуда идет война то есть у них сурков володин конечно конечно безусловно то есть сурков катапультирован достаточно далеко и когда пишут особо сереже приносит мне статьи там по поводу всякие консультанты так их назовем говорят а вот там вот час сурков поднатужится и выбьет володин из седла я говорю посмотрите там как так какой год 2012 2011 таки ну он сумел почти невозможно сумел вернуться конечно пришлось ему там про белого рыцаря спеть там плясать да он сумел вернуться ну вернуться как я думаю что он еще получить получить советник или помощника должность а ты же понимаешь что главное оказаться ну как сказать в обои в обои а и забоем уже легче там расстреливать всех остальных поэтому я думаю что он с володином как-то не не разобрал пишет любимая тема володин володин это очень важная тем потому что и никто не затрагивает никто не за мельком скажет и победа и все и побежали и для вячеслава это очень важно чтобы его никто не трогал чтобы сидеть в тени а наша задача его так под лампой юпитера вытащить вот посмотрите это вячеслав виктор счет с этой стороны посмотрите с этой российской энергокомпании газпром выкупила долю партнеров по неудавшим с проекту трансевропейского газопровода южный поток забавно да то есть там газ потока не будет а доли выкупают зачем нужно ну миллиард долларов куда-то фиганули нормально а вот фирма итальянская который строить должна по дну там вот этот турецкий поток уже она сидит и курит и получает ежедневно сотни тысяч долларов за простой а турки никаким к документы не подписывают как мы собственно и предвидели да и вообще все это какая-то игра странная очень тоже она конечно на откачку денег и не более того ну да вот пишет что из сколка выезжает на наблюдается отток иностранных ученых ну что ж понятно что он из сколково убегают иностранные ученые сколка убегают российские ученые а тут вот сразу такая замечательная новость лампочки сделанные с применением графена поступит в продажу уже в году все знают ну кто то есть погуглите посмотрите в англии это не в россии то есть где сколково в англии нет сколково но лампочки которые с графеном да там какие-то наночастицы там нет чубайса в англии но нанотехнологии есть а здесь есть чубайс который занимается нанотехнологиями зато нет нанотехнологий есть сколково который должно там силиконовой долиной быть да никакого силикона только и в одном месте там силикон везде течение начались вот пишешь русские покидают казахстан многие но это естественно но опять же это скорее накрученная тема а вот сейчас в месяц подается 420 450 в астане заявлений в основном же через астану решается вот выезжает сейчас 120 130 человек то есть вот за прошлый год 18 тысяч выехала а приехала в казахстан 4000 из россии но общем не пишут сколько из россии выезжают это десятки тысяч людей катапультируются отсюда ежегодно десятки тысяч если ты помнишь за за прошлый год за позапрошлый год до завернули только поляки 50 с лишним тысяч за 9 месяцев 50 с лишним тысяч за 9 месяцев это завернули это не пустили то как какие толпы выезжать ну вот среди знакомых моих предпринимателей разговора только об этом это основной так сказать тренд ехать и не даже не ехать или не ехать и когда ехать и да да когда и куда вот два вопроса ну путин настроил против россии весь мир но самое поразительное что у него получилось это он настроил против россии русских живущих в россии удивительно такого не было он он уникален совершил говорят что он там уникален абсолютно уникален русских против россии настроить которые живут в россии надо обладать там сверхспособностями или сверх дебилизму но вот зато за границей те русские которые живут говорят там преобладает отношение к путина более но тогда божжон я там ватников очень вот этим русским кто живет ну те кто нас слушает они понимают передавайте им вы же с ними общаетесь рассказываете им сказать но это невозможно вот как это него одну я знаю что у меня родственники там в литве тоже говорят ну он же путин он же вроде там на русский мир и новость я говорю а чё же вы сюда не едете в этом это самое сидите а здесь грязь и плохо и все все дела и ни денег ни работа ничего и вы сидите своей литве все время воняете на на эту самую литву которая дала вам приют в общем-то грубо говоря по большому счету в казахстане осудили женщину за призывы к вхождению страны в состав россии вот только что мы сейчас говорили да ну да то есть она там она еще и казахстан добить несчастных она там писала про казахов тире чурок как она там и в общем то в очень жесткой форме она там все это поливала грязью причем проживая в казахстане ладно на ее совести причем ей дали вот сроку во первых полгода что дали условно да так что довольно 4 года условно довольно таки лояльно что условно еще путин создал федеральное агентство по делам национальностей мы конечно же больше 200 тысяч из россии уехала за прошлый год больше 200 тысяч я думаю что да было же у нас федеральное агентство по делам национальностей у нас было министерство его бардашов же чем занимал я ты знаешь могу сказать что похоже что нас в москве слушают лучше чем в киеве когда вы предлагали порошенко создать министерство на делам национальности ну или хотя бы какую-то структуру до лучшего главе с вице-премьера помощь тысяч спросил почему связь с примерами огонь это как грофс который атомной бомбой занимался когда спросил его рузвельт что нужно сделать чтобы сделать атомной бомбой сделать меня генералом да вот так и здесь то есть пошла статус до нужен статус и все вице-премьер который занимается вопросами национальности многие вопросы мог бы решить там же и телеканалы связанные с этим и там и татары и крымские все 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 был в одном месте и все бы работала вечно там украине это никто не услышал но зато вот услышали в москве как я еще вчера хотел сказать по этому поводу забыл в копилку конечно услышали потому что что мы предлагали провести в украине слет националистов да они сделали в питере конечно конечно неужели бы они сами додумали конечно нет безусловно мы я думал об этом только дня два или три назад вот хорошо да вот парадокс его там передать в украине знаю приличные люди нас слушают передать и порошенко передать остальным ну пусть делается это там они в москве ну что же теряли не дает раньше они все без деньги пытаются там делить ну да там в основном вопрос деньги а деньги от ладом горя в горя лично они они это они они верят то что о чем бы люди не говорили они говорят о деньгах это дебил и так рассуждают управляем делаем президента разместил необычный госзаказ на изготовление редкого варианта высшей награды страны ордена андрея первозванного но вот у нас нет фотографии к сожалению выпало да этот проекту для фотографии но там этот орден а андрея первого но он уже не особый с мечами с мечами это индивидуальная такая штука всего замечен он он тайно вручается за боевые заслуги за тайные боевые заслуги позже мы говорили что шойгу получил такой орден за какие-то тайные боевые заслуги то есть ножка ванте отравился но не вне тянуми воевал может быть без на все прочь полониям кого-нибудь отравил боевая заслуга а конечно а вот час новый орден хотя такой сделать с мечами как помнишь у гитлера был железный крест золотыми дубовыми листьями мечами и бриллиантами то есть это вот точно сурковский вот он загоняется по гитлеру да и по всем их делам вот орден с андрея первозванного с мечами я уверен что дальше добавить так другого и листья золотые дубовые вначале простые в том золотые а потом еще и бриллианты в общем замечательная такая вот он выглядит сама первозванного надо давать завтра скачаем покажу ну круглые с мечами как не никак особенно не мечуя не предсказать нужно нужно узнать будет кому вручат вот это интересно кому за боевые заслуги вручат высшую награду соответствии с так 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 стоп а корреспондент bbc наталья а антилава стала свидетелем спора представителя наблюдательной миссии а б.с. е. александра хуга заместителем командующих сухопутными войсками россии генералом александром ленцовым да замечательно надо на видео мы не можем к сожалению показ потому что нас прикроют за отсутствие авторских прав да уже на наехали на этот вы можете посмотреть в в ю тубе там много уже вы вывешено там представитель миссии обсе говорит что нас мы не пускают туда-то там по грани что что 400 километров границ там или сколько никем не контролируется что оба из е там на какие-то только контрольные пропускные пункты приезжала и все и вот этот ленцов говорит ну что если вас куда-то не пускает вы мне говорите и вас пустят уникально совершенно надо разговор послушать это обхохочешься просто есть он главный надо быть надо бы съедать генерал ленцов я говорю двоечники блин 6 сша совместно с украиной осуществят наблюдательный полет над россией это чего это на чем тут пишут на нем буква х и иисус там них а там это крест андрей первозванного он как буква х поэтому это крест андрей поэтому вот так ну сейчас дано разрешение на полет наблюдательный но у нас наблюдательный полет с российской стороны осуществлялась ли ты помнишь ту 154 такой старый закопченный летал над америка я не знаю как они должны были бояться здесь вот летает некий такой самолетик который произведен из боинга 707 тоже не новый конечно вот он будет летать и смотреть что здесь где войска находится но эта программа открытое небо она уже очень давно вот этот боинг но на самом деле не боек 707 там отдельная такая ситуация там сделали в свое время 50-е годы боинг 707 из него сделали танкер так называемый 135 кс а потом вдруг решили вот если делать какие-то модификации то это модификации боинга 707 очень плохо и они сделали модификации танкера кс 135 есть гражданская который возит людей то есть это такой же боинг 707 но не такой этого потому что но там так выгоднее да и вот с этим такие путаницы поэтому вот не задавали вопрос какой там самолет это 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 боинг 707 или не боинг да это боинг 707 только его модификации очень конечно старые дрова и как и все что сейчас летают в воздухе в россии и в штатах и самолеты все военные который очень старый президент чехии милошь зимон приедет в москву на парад победы 9 мая за денежкой у еще не ранее что как же как же милошь зимон то не приедет обязательно приедет даже выпьет тут за победу по моему расстался со своим президентством и с прочими вещами по моему столько денег дальше он сказал мою нафиг за один раз слетать до плевал я на на этих чехов на на эту чехию вообще и на на все их мы не вообще левал агент влияние путина это вообще тут можно даже не спорить об этом стопроцентный причем если кто-то пытается это скрыть там как-то лавировать это даже не лавирует но я так понимаю что он закончил он уже старый политическую карьеру закончил и пытаются пенсии так можно больше да на пенсию выручить но я думаю что ребят наши непростые они же наверно оставят на контакты все я думаю что народ чехии с удовольствием будет судить своего демона за полную естественно что там какие-то здесь останутся бумажки и какие-то свидетельства и что в трибунале кто-нибудь расколется сто процентов поэтому то очень интересно для всех я говорю вот этот трибунал мы столько нового интересного узнаем о властителях европы до а бывших и действующих политиках в общем усядут усеяда гадут усеусе список стран которые отклонили предложение путина посетить москву 9 мая по случаю военного парада продолжает расширяться все таки несмотря на то что зем он приедет норвегия отклонила предложение путина она порошенко и так самое главное норвегия не просто обычно как тут вот больше литва латвии стоне словаки грудь болгарина и понятно германии все расстояние отклонили каким образом все сказали вот мы против того что там война на украине и так далее и россия ведется неправильный там крым наш и так далее и я не приеду так было сказано всеми то есть и президентом польши и дали грибу ускайте все я не приеду сказали понимаешь а вот норвеги сказать по-другому норвежцы они сказали мы не приедем никто от нас не приедет во вообще никого не будет то есть там-то ну послы придут еще один понятие от вина дали это очень важный момент очень важный и вот а олег вов мне переслал я не читаю комменты карт подготовки а он не переслал юрий юра юршин написал мне очень понравился я считаю это очень правильно он за порошенко должен пригласить лидеров ес и сша на празднование 9 мая в украине путин удавится желчью согласть на самом деле не удавится желчь это неважно самое главное что порошенко дистанцируется от этой победы неправильно он делает украина имеет все такие же точно права как как и россии на эту победу нельзя от нее дистанцироваться и там надо в киеве провести парад победы пригласить всех тех же самых кто-то кто не приедет абсолютно прав он почему нам в голову не пришло так юра юршин абсолютно прав на месте порошенко юра юршин живет в на украине я бы нами порошенко посоветовал взять его советником потому что умный юра а я бы еще одному человеку посоветовал сделать то же самое ну батьки да конечно он не может это сделать почему ну хотя очень правильно почему он вообще ни разу не останавливать против на ну там это самое нет он как он же как когда здесь но он же объяснит это самое но для него сейчас самое милое дело это же он продал продолжать очки набирать да если это будет очень неплохо да а потом чё ему путин скажет он скажет ну как же беларусь потеряно как всегда быть потеряли больше ни одной почему в он представлены были от советского союза три голоса они один потому что беларусь и украина имели отдельный голос как наиболее пострадавшие территории и наиболее пострадавшие народы поэтому совершенно справедливые все все абсолютно это поддержит не знаю почему зачем дистанцируются я не знаю хотя это очень выигрыш на это сразу но он боится 2 3 на сказать путин сказал у порошенко же есть там проблема да все таки у них есть еще и другая сторона да ну то другая сторона бандера и все что с ним связано да ну не знаю себя уже обозначил когда там что-то сказал недавно бандеровцами обзывался порошенко не слышал забавно очень был поэтому дать дело тут разве в бандере бандерта в данном случае с другой стороны не участвовал в этой войне там нет ниже я не имел ввиду с другой стороны я имел ввиду что там вот конфликт ну как и вот в эстонии понимаешь они ну то есть они не ну как сказать не совсем с этой стороны были да еще и они противодействовали же советскому союзу здесь противодействие наибольшее количество воюющих во властской армии это были русские люди не украинцы не белорусы русские наибольшее количество а среди а а если взять суп этнос это казаки так о чем речь казаки его народ там крым наш как какие вопросы коммерсант пишет что президент россии может выступить на юбилейной сессии генеральной ассамблеи оон ну вот это очень важная такая тема вброс такой произошел что в сентябре будет 770 юбилейная сессия соответственно значит нужно чтобы путин выступил и спрашивают в интернете обсуждение арестует путин или не арестует ну против того что его арестуют конечно говорить то что там выступали кастро и эрнеста че гевара и никого никто никогда не арестовывал хотя все были в розыске везде и так далее потому что он эту он а с другой стороны я думаю путин и сам не поедет что-то мне вот подсказывал он не любит некомфортных ситуаций с люди которые люди вот жирик с удовольствием бы поехал да еще бы нам сплясал взял ботинки желтые и подавал и факт может он жирика и пришлет туда ну скорее ну да или кого-нибудь жирикообразного жирикообразного пришлет вот департамент госбезопасности литвы сообщил своем докладе что треть российских дипломатов является сотрудниками разведательных служб или связаны с ними треть я вот удивился я говорю какой бред ну как вот департамент может это надо там разгонять сразу все там сто процентов как будто они никогда не были в советском даром я такой а центр шпионы сто процентов может быть на всю вот эту мишку ху один не шпион по причине слабоумия какой-нибудь мажор которого пристроили ну и его даже никто и не вербовал ничего с ним не занимаются дурак он есть не дай бог он где-то все равно проговориться он не допущен ни к секретной документации ни к чему ходит там какой-то вот это единственный такой может быть кто-то вне шраму не может быть они правы в том смысле что мы как-то и много придаем значение мне кажется они спустя рукава работают они уже никого не вербуют нифига ночью просто анкету дали ты все равно через первый отдел едем в посольство какая разница просто раньше они всех заставляли отчеты писать поголовно сейчас кто их читать будет кому это надо но может это может они там уже наплевали на все да и как бы и не скрывается а вот глава литвы и дали грибу сказать и стал жертвой хакеров они взломали центр исследования геноцида и внесли ее данные список агентов кгб вот как да и тут вот ты знаешь меня такой флешмоб я считаю никто же не не примет за агент но тут за счет странная ситуация по поводу далее вообще она конечно самый последовательный и жесткий противник путина человек на которого в борьбе с путиным очень хорошо было бы опереться но у нее есть некий темный период такой неясный тот когда она училась в питере и работала в тамошнем комсомоле а когда она ну в 70 80 80 лет в 83 году да она туда приехала и сама думаешь могли я тут не не про это там есть и высказывание кгбшника который курировал родфронт где она числилась и он этот кгбшник не говорит что она там на связи была или чё я по-другому рассуждаю вот я понимаю что путин и и сильно не любит она не любит сильно путин то есть она праву стопроцентный враг путина почему путинские не используют вот это вот темная вот это вот не темная а как бы белое пятно в биографии грибу сказать и чтобы ее дискредитировать вот это вот ну вот эти вот хакерские дела это же ерунда то есть вот ты же понимаешь что можно такую фигню запустить можно тут вот параллель выходит этот вопрос мы по моему обсуждали по поводу мир мерки да у нее что же комсомол ну и да 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 не знаю но вообще я как бы не но меркель у меня есть свое предположение что она там очень плотно с путиным но продали я не могу такого сказать тут сто процентов что она противодействует и противодействует лучше всех даже лучше оба но предположим что она была когда-то агентом кгб но но это это разные ну согласно рвы совершенно это не к нисколько и не мешает ненавидеть сейчас путина до условно причем это ну да ну дали вообще конечно со своим этим джорджтаун ским университетом который является иезуитской такой площадкой со своим особым отношением вернее с особыми отношениями с папой римским потому что на интернизации папы который является главным иезуитом она была одним из главных гостей но литва это же катали это я согласен тут нет вопросов но литва очень маленькая католическая страна в отличие от очень больших а как бы почтение оказывается очень серьезный вот здесь тоже возникает вопрос какое отношение удали с иезуитами очень важный такая тема и не является ли вот ее политика в отношении путина такая жесткая как бы последовательной политикой всех и зует это было бы очень хорошо если бы это было так а возможно это так россия китай готовы к объединению евразийского экономического союза и проекта великого шелкового пути это кто сказал это все говорят сейчас только ауки а у китайцы просили да нет ну китайцы об этом и говорят что сейчас вот нужно там объединяться с этим евразийским этим союзом и сейчас что хочешь путин с кем хочет а я имею ввиду объединиться особенно с китаем отдаст любые земли в сибири на дальнем востоке лишь бы главный китайцы цзиньпинг приехал на 9 вот главное для него сейчас вот этот понт вот этот понт дороже денег он готов чай так и делать приедет не приедет я думаю сейчас вопрос вот я думаю пришлет еще кроме с 2 я раньше раньше вот помочь мы говорили я думал что премьера своего пришлет вот этого молодого сейчас я собственно остаюсь при этом мнение но я хочу паузу взять неделю через две уже легко можно будет предсказать приедет или нет ну я говорю путин за это готов все что хочешь отдать по этой страны до китайская экономика с каждым годом все больше наращивает объем инвестиций направленных в экономику других государств сказал синтезин пин вот будет вкладывать 500 миллиардов долларов там к 2020 году я думаю что сейчас уже вкладывает только не так это заметно потому что не все же происходит таким образом как покупка акций пирелли где необходимо ну что все было открыто поскольку это италия крупная компания и так далее поэтому вложение такое его нельзя скрыть а вот вложение в более мелкие компании которые находятся не не в таких местах как италия например в африке даже в южной африке а кто же там может их да поющее так конечно никто не брал но тут возникает сразу вопрос который мне задают почему китай покупает пирелли покупает африку покупают чего угодно покупает все в европе но ничего не покупает сейчас в россии практически ничего очень мало особенно сибири на дальний востоке ответ очень прост китай там тоже не дураки сидят китай понимает что куп купать надо то что нельзя получить на халяву если есть предположение особенного партии у китайской коммунистической что это можно получить на халяву ну зачем же это покупать а ничего дураки что они деньги очень хорошо умеют считать и поэтому у них их очень много и в китае же представлены первые трамвай работающие на водородном топливе да вот видишь как все нормально экологические технологии в китае тут определенные категории граждан на страна я не понял а нафиг трамвай он же сам по себе устаревшие не да там трава без фотографии нет здесь там араба это такое гиги трава и вызывай что у нас он назывался сапсаном этот трамвай он там бегает с бешеной скоростью на водороде и все у него в порядке это трава и ну то есть так вот такой транспорт более продвинутый когда говорили что не всего несколько лет назад что китай будет использовать дешевые грязные технологии потому что вроде как никого не жалко людей много но вот видишь не так все пошло китай исполню использовать новые технологии а почему потому что грязные технологии даже вот без отношения к людям грязные старые технологии они не экономичны понятно что новые технологии они более экономичный китай большую часть технологий присваивает он хватает откуда никто же не будет какие-то грязные технологии выдумать там на если уж свое время гитлер запретил ракеты на радиоактивной ртути запускать потому что они экологию разрушают то уж китайку наверное как не так как гитлер рассуждает а более прогрессивно тем более они они там исторически нажрали всяких этих но экологических бедствий масштабных школьников из якутии предложили отправлять на отдых лагеря северной кореи знаешь какая жесть причем я так понимаю что это уже вопрос вопрос решенные уже все оговорили туда присылаю значку будут присылать в северную корею школьников ну там я так понимаю лагеря вот эти которые есть один там основной плаги для школьников он хорош там кормит даже того но артек наверняка ну а такой артек да слабо рж у нас это березка тут все время словаки приезжали тоже же было такое ну да и все там и я когда право в северную корею команда мы в северном мы северной и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...